Сегодня мы с вами продолжим изучение книги Шунэх Аллахот. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля и спасения всех, кого можно спасти, излечения раненых и больных, чтобы наступил настоящий мир. И также рифош лемошель хадаса батаху ваася батхава и худис вихол израиль. Итак, мы остановились на 185 главе. Тот, кто читает благословение после еды, Биркат Амазон, как следует, с концентрацией, он наверняка будет получать пропитание от Всевышнего. И с уважением, как говорится, Всевышний поможет ему. И говорит, что один человек, когда умер, появлялся во сне своим родственникам и говорил, что его судят за то, что он благословлял брохи без концентрации. Просто произносил брохи, лишь бы выполнить заповедь, ношу, так сказать, свою донести, но не концентрировался особенно. Действительно, нужен же весь смысл благословения. Это огромная возможность служить Всевышнему, но именно искренне понимать, что от Всевышнего зависит наше пропитание. Если человек произнес благословение после еды на любом языке, то он выполнил заповедь, но Митцва, конечно, говорит на святом языке. И следует человек услышать то, что он произносит, то есть не говорить Биркат Амазон так тихо, что вообще не слышишь собственными ушами. Если ты вообще не произносишь, а только думаешь, то ты, по большинству мнения, не выполнил заповедь даже после факта. Но если ты произнес Биркат Амазон очень-очень тихо и не слышал, что сам произнес, тогда ты после факта хотя бы выполнил заповедь, но это все равно не следует так делать. Нужно слышать себя самого. Но если, говорит, человеку очень трудно делать Биркат Амазон, потому что он, допустим, болеет, у него какой-то онес, тогда хотя бы лучше подумать Биркат Амазон, как говорится, в сердце, то есть в мыслях продумать все эти брохи. Это лучше, чем ничего, хотя ты не выполняешь заповедь по большинству мнений, но хотя бы это лучше, чем ничего. На самом деле здесь спутный этот счет. Некоторые считают, что Биркат Атхак человек выполняет заповедь даже в мыслях, но другие говорят, что в мыслях невозможно выполнить заповедь. Везде, где нужно произносить, нужно произнести устами. Поэтому навками, но во всем этом следствии этого того, что раз ты не выполнил заповедь, то если потом, пока еще пища не переварилась, онес ушел, то есть теперь можно произнести Биркат Амазон, например, человек почувствовал себя лучше, или то, что не давало ему сделать Биркат Амазон, прошло, то теперь он должен произнести снова. Мы не говорим, что это будет Брохо или Ватало, что он уже один раз произнес в мыслях, и теперь он не должен, не должен говорить. Мы говорим, что то, что он сказал в мыслях, это было лучше, чем ничего, но это не Биркат Амазон. Поэтому нужно заново произнести уже словами. Это все, если он достаточно рано пришел в себя, пока еще не переварилась пища. Счет того, сколько это времени, мы уже обсуждали на предыдущем уроке. Желательно вообще произносить ВК Атамазон вслух, а не шепотом. В особенности, когда, говорит, в субботу и в Рошходыш, это помогает, чтобы не забыть нужные вставки сделать. Я не знаю, почему легче вспомнить про вставку субботнюю, например, тем, что говоришь вслух в Беркат Амазон, чем тем, что читаешь ее тихо шепотом. Я не знаю. Вообще, говорит, пусть привыкает человек лучше делать брокхи громко, да, вслух. Все брокхи. Если, может быть, знаете, в чем еще смысл? Что если он не один, тем, что он произнесет брокхи громко, то кто-то ответит омен и получит за это тоже митсу. И для него это тоже хорошо. Мы уже говорили, что омен, это как запечатывание благословения, это хорошо и для произносящего тоже. Если человек хочет, чтобы с помощью Беркат Амазон выполнили заповеди его дети, например, или его жена, которые сами не могут сделать Беркат Амазон. Сегодня редко встречается, чтобы жена не могла сделать Беркат Амазон. У нас некоторые женщины лучше мужчин знают эти вещи. Но, по крайней мере, прочесть Беркат Амазон из бенчера несложно. Это скорее относилось во времена, когда не печатали еще. Они же, когда не записывали устные законы, Талмуд не был напечатан или записан даже в манускриптах. Тогда и седуры никакие не существовали. Не было ни седуров, ни бенчеров, ничего. Все молитвы были только наизусть. Поэтому неудивительно, что не все знали молитвы, и некоторым приходилось слушать у других. А сегодня это не очень релевантно, мне кажется. В конце концов, даже человек, который не знает иврита, можно ему русскими буквами написать, то, что называется «транслит». И он прочтет Беркат Амазон. Или, опять же, по-русски может прочесть Беркат Амазон. Поэтому, представьте себе, жену, которая не может вообще прочесть Беркат Амазон и слушает мужа. Да и вообще не факт, если она не знает иврита, она что выполнит заповедь, тем, что только слушает. Я уже говорил, что есть много мнений, по которым, если человек не знает иврита, то не помогает тогда и услышать на иврите. Вот, если сам произносишь, да, если не знаешь, что выполняешь заповедь. Вот, если ты слушаешь только произношение другого, тогда нужно понимать то, что он произносит. Окей, следующее. Так вот, если человек, значит, хочет для своей жены или детей громко произнести Беркат Амазон. Во, он как раз дальше пишет то, что я сейчас сказал. Что если они не понимают святой язык, то есть диспут вообще, выполнять не заповеди или нет. Это будет подробнее обсуждаться несколько глав позже. Для отхила следует делать Беркат Амазон до того, как человек напился. То есть, если он пил алкогольные напитки, не следует пьяному делать Беркат Амазон. Нужно постараться сделать до того, как он опьянел. Я только не очень понимаю, и что. Если человек уже выпил, то он уже, наверное, опьянел. Может, иметь в виду, что прежде чем ты выпьешь много алкоголя, если хочется выпить много алкоголя, это вообще не такая же хорошая идея. Евреи редко бывают пьяницами. Ну, допустим, человек хочет выбить несколько стаканов, допустим, вина или, тем более, даже водка, она будет от нее быстрее пьяннее. Тогда лучше побыстрее сделать Беркат Амазон, а потом, может быть, пить отдельно, а не как часть трапезы, когда получится, что она пьянеет, и Беркат Амазон будет делать пьяным. Но после факта можно делать Беркат Амазон даже пьяному. В смысле, в отличие от Шма и Шма на Эсре, как мы читали в другой главе, там нужно быть трезвым полностью, нельзя делать Беркат Амазон пьяному. То есть, нельзя читать Шма, и тем более Шма на Эсре пьяному. Есть дисподт на счет Шма, но Шугунай постарает, что ни Шма, ни Шма на Эсре нельзя читать пьяному. А вот Беркат Амазон можно, по его мнению. На самом деле, в Винницких гороск Services был строгой с Беркат Амазоном, считал, что пьяный не должен никакие брокхи делать тоже. Поэтому он сказал, что Леотхила лучше читать Беркат Амазон, пока не опьянел. Но после факта можно положиться, что можно делать Беркат Амазон. В конце концов, когда Тора сказал Виахал Тави Савата, будешь есть и насыщаться, понятно, что многие люди во время еды пьют вино, значит, бывают немножко подпившие. Но это все, если человек не полностью вдрызг пьяный, как он дальше говорит, что если человек достиг пьянства лота, это следующий гедр, да, следующий рубеж. Новый рубеж, да, когда человек так напивается, что он вообще ничего не понимает. Ступор. Да, такому человеку нельзя делать Беркат Амазон, и вообще никакие митвы он не может выполнять. Если даже он пытался сделать митвы, например, ему Лулов дали поднять, он должен потом, когда протрезвеет, снова поднимать. Так что все его акции, это не засчитывается, он вообще не понимает, что делает. Поэтому если человек Беркат Амазон прочел полностью в пьяном состоянии, вдрызг, ему нужно потом заново читать, если еще протрезвеет до того, как перевалилась пища. Запрещено делать Беркат Амазон там, где воняет, ну, это все понятно. Так же, как мы читали эти законы, я не стал их переводить, но там много законов в законах ШМА. Так же и ШМАНЭСРА, так же и Беркат Амазон, и другие брохи. Там, где кал, там, где туалет, там, где воняет, это все, да, моча, там нельзя делать Беркат Амазон. Или горшок из-под мочи, и даже если он сейчас его помыли, обычно горшки такие, как, например, глиняные, они абсорбируют, да, они впитывают в себя вонь, поэтому даже если их помыли, они все равно остаются, как, статусом горшка. Поэтому когда вот, допустим, для маленьких детей держат горшки, бывает, что около горшка нельзя Беркат Амазон, надо за этим следить. Это очень вообще сложно, когда у людей маленькие дети дома, все эти законы правильно соблюдать. Нужно их знать хорошо, что можно и нельзя, и, в частности, вот, если ребенок сходил и от него пахнет. Дальше. Если, говорит, человек не знал и нашел около себя вонь какую-то, да, то есть нашел, кал, например, рядом с собой после уже Беркат Амазон, если это место, в котором не нужно было беспокоиться, что там такое найдется, то тогда он после факта выполнил заповедь. Вот, если он должен был проверить, то есть это из таких мест, где может быть подобное, а он не проверил, тогда ему нужно заново делать Беркат Амазон. Ну, это все в отношении кала, а вот в отношении мочи закон мягче, поэтому возвращаться не нужно. Только если, говорит, специально он бенчил там, где моча лежала, тогда ему нужно заново бросовлять. Окей, глава 186. Женщины должны делать Беркат Амазон, но есть неуверенность, относится ли к ним эта история или нет. В чем здесь неуверенность? Что во втором благословении Беркат Амазон, неотъемлемая часть второй брохи, это брит и тора и земля Израиля. Да, брит это обрезание, так как это не относится к женщинам, то, соответственно, есть мнение, что может быть, есть неуверенность в Талмуде, может быть, женщины тогда не обязательно читают Беркат Амазон истории, что это каравинский закон. Поэтому мы же как считаем, что чтобы выполнить заповедь для другого, то есть, когда один человек делает броху, например, и выполнять заповедь не только для себя, но и для другого, нужно, чтобы у него был хил такой же, как тот, кто с ним выполняет. Поэтому раз у женщины есть неуверенность, она истории делает Беркат Амазон или Драбоном, а мужчина делает истории, если он наелся, получается, женщина не может для мужчины сделать Беркат Амазон, даже если он сам не умеет читать Беркат Амазон, то он не может положиться на то, что услышит, как женщина это делает. В отличие от тех заповедей, которые одинаковы для мужчины и для женщины, например, кидуш в субботу или что-нибудь подобное, там может женщина сделать заповеди, мужчина тоже с ней иется, с ней выполняет заповедь. Но если, говорит, мужчина не наелся тоже, то есть, в смысле, у него тогда тоже дорабонан только его благословение, если он павел немножко хлеба и не сытый, тогда он может услышать, как женщина делает бракат Амазон. Ну, она должна сказать, конечно, брит и тура, у нас же в Нусах одинаковые у мужчин и у женщин. Когда-то советовал Шухонару, чтобы женщины пропускали эти слова, раз к ним не относятся, например, обрезание. Но сегодня, так как обычай, что женщины считают бракат Амазон так же, как мужчины, то и мужчина может выполнить заповедь тем, что услышит от женщины, только вот если он не наелся, то есть его бракат Амазон тоже дорабонан максимум. На самом деле, есть решение, которое считает, что Маскана, что заключение Талмуда, что женщина таки исторой делает бракат Амазон. Ну, вот Шухонару, видите, в смысле, данные, автор, да, Мишно Брура, они оставляют это как неуверенность. А если женщина наелась и неуверенно сделала ли она бракат Амазон, нужно ли ей заново делать? В смысле, мы скажем, что в случае мужчины, так как бракат Амазон и стора, если он наелся, то если он не помнит, побенчил он или нет, ему нужно заново читать бракат Амазон. А вот женщина, так как мы не знаем, и стора ли ее бракат Амазон, то если она еще не уверена, сказала или нет, то двойной сафик теперь, что может быть она вообще не и стора обязана бенчить, а может быть она уже побенчила, то тогда непонятно, делать ей заново или нет. Он говорит, что если положиться на мнение, что нужно, то не потеряешь на этом, то есть стоит женщине, если нет возможности еще кусочек хлеба съесть, то стоит побенчить, если она не уверена, бенчила ли. А ребенка учат, как раввинский закон, да, обучают детей делать бракат Амазон. И, разумеется, законы такие же в отношении ребенка, как у взрослого, что он делает бракат Амазон, если съел кзаит, съел размер хлеба с кзаит. Кзаит это примерно пол ломтика хлеба получается, небольшой кусочек хлеба уже требует бракат Амазон. И для взрослого это дорабонон, а для ребенка это, соответственно, двойной дорабонон. Что и так все у ребенка по раввинскому только закону обучения, а тут и сам шиур тоже меньше, чем насытится. Все равно он бенчит. Но с другой стороны, чтобы ребенок выполнил заповедь для взрослого, это невозможно, даже если ребенок наелся, говорит он. Более того, даже для женщины мальчик не может сделать бракат Амазон, хотя у женщины Сафика на дорабонон или дорайто читает. Но все равно ребенок не должен для нее читать бракат Амазон. Но если, говорит, ребенок наелся, а взрослый, наоборот, не наелся, то тогда может ребенок прочесть бракат Амазон для взрослого. Если тот не может сам сделать бракат Амазон. Но если оба не наелись, тогда не следует так поступать. Окей, еще одна глава насчет точного нусаха. Во-первых, перед Беркат Амазон не следует говорить «барух мазбия лераавим». Было какое-то, видимо, у каких-то необразованных людей обычай говорить «благословен, насыщающий голодных». Вот, у нас никто так не говорит, поэтому этому не нужно было даже писать. И также не следует говорить во второй брахе «эритсхэмда бритве тора». В смысле, это как раз, в этом есть разница между Сефардим и Ашкеназим. Он написал, что не следует так делать, если, но Ашкеназим так не говорят. Но Сефардим именно так и говорят. В смысле, Тамуд говорит, что в тройброхе нужно упомянуть, как мы уже сказали, бритмилу, и землю Израиля, и тору. Так вот Сефардим именно так и упоминает, как Тамуд сказал. Бритве тора. А потом уже конкретно описывают, что именно. А Ашкеназим просто говорят. И так далее. То есть не говорят, именно слова брит, тора, говорят за тот союз, который ты с нами сделал. То есть в контексте этого говорят, не просто отдельными словами. Так вот, дальше в Нусахе слово иману, он говорит, не должно быть. То есть не говорить хаздо иману, а просто кили лам хаздо. Шатазан говорит под буквой шин, там стоит камац, а не шва. Или там, да, не какая-нибудь гласная другая, а камац, ша, ша, шаата. А нахну модзим, а не ану модзим. Бифи холь хай, а не бифе холь хай. Ре-эйну стоит там шва под рейшем. Не ро-эйну, а ре-эйну. Зу-эйну через у. Ло-хасар, камац стоит под буквой хет. И патах под самих. Пи-аль-ех-сар, сеголь, шва, патах, такие гласные. Ех-сар, лану. В общем, это все дик-дуки. Конечно, каждый в Сидуре читает то, что видит. Есть разные Сидуры, иногда какие-то есть различия тоже в деталях. Особое различие между Сифарзем и Мешкинадем. Я вообще впервые, когда видел Сифарский Сидур в Беркат-Амазон, я просто был поражен, потому что даже в Шмонеэсре так много различий нет, сколько в Беркат-Амазон. То есть совершенно другой Нусах. Смысл, конечно, общий такой же, но слова конкретные совершенно разные во всех благословениях Беркат-Амазона и Сифардем. В первой брохе, во второй брохе, в первой вообще совершенно другой Нусах. Еще есть старые Нусахи, если сказать, например, Рамбама и у других постским. Было очень много разных Нусахов. Но общий смысл Беркат-Амазона у всех одинаковый. Общее благословение вначале, потом благословение за землю Израиля, и потом благословение за Иерусалим и Храм. Ну и в конце Атов и Амитив. Теперь, если человек не упомянул про землю во второй брохе, или не упомянул про Брит или про Тору, или в Бонаир-Шалайме упомянул царство Давида, то нужно возвращаться назад, что это вообще не Беркат-Амазон. А нет, это сейчас, что не нужно возвращаться назад, просто в начало этой брохи. Но если он уже начал четвертую броху, тогда, говорит, непонятно, нужно ли возвращаться с самого начала. В смысле? Кажется, он хочет сказать, что в предыдущем случае, что ли, вопрос был, если человек, допустим, во второй брохе что-то пропустил, флажное, Брит Милу, например, а прочел уже третью броху, но не до конца, то куда ему возвращаться? В начало второй брохи или в начало Беркат-Амазон? Но когда он уже все три брохи закончил и начал четвертую, тогда большая причина сказать, что ему нужно вообще заново бенчить. Вот это все нерелевантные законы, потому что как может человек пропустить части Беркат-Амазон, с какой стати он вдруг пропустил? Потому что он по памяти читает, если он читает часто, то вряд ли он пропустит такие важные части. Даже как говорится в каком-то одном слове, то редко бывает, что это такое слово, без которого главная часть смысла Беркат-Амазон пропала. Ну вот если он слово Брит Милу, например, да, Брит пропустил, тогда ему нужно будет возвращаться. Во всяком случае, если человек не уверен, говорит, сказал ли он Брит и Тору, то возвращаться не нужно. А если он не упомянул никакой благодарности во втором благословении, то возвращаться не нужно. А что же тогда он сказал во втором благословении? Непонятно, как можно это пропустить. Это самое начало и в конце тоже. Окей, в Хануку и в Пурим во второй брохе добавляется Аля Нисим, конечно. И если не сказал, то возвращаться не нужно. Просто скажет в Харахаман, можно упомянуть, Харахаман Гуя Асела Ану Нисим и так далее, и туда вставить про Хануку и Пурим. Кстати, насчет Пурима был диспут. Некоторые считают, что Пурим и обвязан из хлеб, и может быть тогда нужно сказать Аля Нисим. Ведь это зависит от вопроса всегда. Когда, если что-то пропустил в Беркат Амазон, какую-то добавку, вставку, то если в этот день нужно было есть хлеб в этой трапезе, тогда ты должен возвращаться. Например, в субботу в первых двух трапезах однозначно нужно есть хлеб, поэтому если забыл сказать про субботу, то ты должен возвращаться. А вот третья трапеза есть диспут, нужно ли именно хлеб есть. Поэтому если забыл сказать РЦ в третьей трапезе, то возвращаться не нужно и так далее. Так вот вопрос Пурим, нужно ли есть хлеб. Если нужно, тогда и возвращаться придется, если не скажешь Аля Нисим. А если человек сказал вместо Брохи Первой просто общее что-то, благословенно царь Всевышнего и царь Вселенной, который дал мне этот хлеб, и в конце такое что, Баруха Благословен, ну, это здесь парамейские они это приводят, да, это просто пример Талмуда, какой-то пастух Бениамин, он таким образом сказал Броху, да, который насыщает все, то этим он тоже выполнил заповедь, потому что главное в Первой Брохе просто благодарить за хлеб. Поэтому не так важно, каким именно Нусахом, я сказал по-другому, но главный смысл такой же, то выполнил заповедь. Только Брохе должно быть обязательно имя Всевышнего, обязательно слово Барух, конечно, без этого это не Броха, и также царство Всевышнего у нас, Халаха, что это тоже Мяакев, если не сказал Мелыхаолам или что-то подобное, то не выполнил заповедь. Вот, но другие благословения, да, остальные, второе, третье, там есть больше деталей, что нужно сказать, как муж говорит, например, Бредмилу и тому подобное. И, в общем, это все после факта Алиатхила, нельзя ничего менять, и даже детей следует учить. Ну, он говорит, что маленькие совсем дети до восьми лет, их учат иногда только вот простые Брохи, более простые Нусахи Брохот. Я бы сказал, что полезнее было бы, если бы детям учили их просто произносить часть, Беркат Амазон, не все, если они могут все, когда совсем маленькие. Но произносить совсем другой Нусах, зачем к этому приучать? Есть, кстати, в некоторых седурах какой-то особый Нусах Беркат Амазон, очень короткий для тех, кто там в особой ситуации, там для женщин в каких-то сифатских странах этот был Нусах. Сейчас, кажется, не принято это все говорить, тем более, что Беркат Амазон не так не особенно длинный. Если не читать Харахаман, если человек торопится, основной Нусах Беркат Амазон кончается Брохой Лялам Аль-Яхасрейну, четвертой Брохой. Если не читать ни до всякие псалмы, ни после Харахамана, разные мольбы, то остается Беркат Амазон, который можно за одну минуту прочесть. Поэтому обычно женщины могут себе этого позволить. И на этом я на сегодня закончу. И урок посвящался для безопасности на земле Израиля, спасения всех, кого можно спасти, излечения раненых и больных, уже наступил в следующий мир. И рифо шлема, рифоата нефша, рифоата гуфли, хадаса ватаху, ваа саббатха вьихуди, свихо лисре.